представьте себе современную систему охлаждения компьютера сюда входят и кулеры на процессоры и кулеры на винчестеры и кулеры на видеокарту и системные чипсеты если к этому прибавить еще и карт кулеры и системные блогеры и кулеры для ноутбуков то есть система охлаждения многообразно таком количестве устройств можно легко запутаться именно поэтому сегодня мы постараемся разобраться что же в компьютер является источником тепла какие существуют способы охлаждения этих компонентов и надо ли вообще бороться с повышенной температурой компьютера ну и конечно же каким образом как известно из курса физики любой проводник по которому протекать электрический ток выделяет тепло это означает что абсолютно все составляющие компьютера начинает центрального процессора и заканчивая проводами питания подогревают окружающий воздух естественно количество теплоты выделяемая тем или иным компонентом компьютера напрямую зависит от его энергопотребление которое в свою очередь определяется множеством других факторов если к примеру мы будем говорить о процессоре или другом чипе то числом интегрированных в него элементов и технологическим процессом его производства если будем говорить о жестком диске то мощностью его моторчика а также электрического контроллера измеряется тепловыделение ваттах именно поэтому когда вы будете брать магазин никакой либо из устройств то необходимо смотреть какое количество ватт выделяет данный процессор или какое-либо другое устройство при работе компьютера накрывается даже провода питания от блока питания и это нормально конечно же они не нуждаются дополнительной системе охлаждения как и многие другие устройства ответим на вопрос на какие устройства в системном блоке вообще устанавливаются вентиляторы кулеры и системы охлаждения что нуждается больше всего в охлаждении для того чтобы разобраться на какие устройства из системного блока необходимо устанавливать охлаждение нам необходимо разобрать спецификацию тепловыделения того или иного устройства. Центральный процессор выделяет от 40 до 135 Вт. Это самое потребляемое устройство в компьютере. Системная плата от 15 до 100 Вт. Максимальное тепловыделение на материнской плате имеет чипсет или северный мост. Именно поэтому на него устанавливается дополнительное охлаждение в виде кулера-радиатора, либо же кулера-радиатора с вентилятором. Видеокарты имеют тепловыделение до 65, если не имеют дополнительного питания. С дополнительным питанием тепловыделение достигает до 140 Вт. Оперативная память выделяет от 3 до 15 Вт, и поэтому на ней редко встретишь охлаждение. Жесткий диск от 10 до 45 Вт, и на него тоже иногда предусматривается охлаждение. Либо же в качестве охлаждения выступает сама крышка жесткого диска. Блок питания выделяет тепло в зависимости от нагрузки других устройств. Это можно высчитать. Да, я понимаю, что в современных устройствах тепловыделение может быть и больше, но я лишь все назвал приблизительно, поэтому не судите строго. Идем дальше. Охлаждается все это дело, то есть внутреннее устройство компьютера, кулером. Трактовать это понятие можно по-разному, но мы просто назовем его охладителем. Кулер равно охлаждение. Выделяют два типа кулеров. Это активное и пассивное. То есть, если мы видим пассивный кулер, то мы видим всего лишь радиатор. Без вентилятора. Но, в свою очередь, активный – это кулер, в который входит и радиатор, и вентилятор, установленный сверху. Активный – пассивный. Пассивные кулеры устанавливаются на устройства, в которых тепловыделение не очень высокое, и с которым он способен справиться. В противном случае устанавливается активный кулер. Вы спросите, а что же насчет вентиляторов, которые устанавливаются на стенки системного блока? Там он и не нужен, потому что радиатор устанавливается именно на устройство, а, как известно, настенные вентиляторы не предназначены для этого. Что касается форм-факторов радиаторов, их на самом деле очень много, и зависит это от производства. То есть есть радиаторы, созданные путем формовки, они целостные и имеют вот такие вот ребра. Есть составные радиаторы, есть радиаторы складчатые и многие другие. Существуют радиаторы также с теплотрубками, и здесь также стоит сказать о важной роли материалов, которые напрямую влияют на эффективность радиатора. Самым теплопроводным материалом считается серебро. Но, к сожалению, из серебра радиаторы делать не будут, потому что это будет очень дорого. Следующим по тепловыделению является медь, ну и следующим после него алюминий. Обычно радиаторы чаще всего делают из алюминия, но также иногда применяют и медь. Вот в данном случае можно это наблюдать. То есть сам радиатор алюминиевый, у него медная вставка. Радиаторы на теплотрубках, обычно теплотрубки медные, сам радиатор алюминиевый. В чем же измеряется теплораспределение радиаторов, спросите вы? А измеряется оно также в ваттах. Если не ошибаюсь, данный кулер имеет тепловыделение 95 Вт. Это было бы достаточно для того, чтобы охлаждать процессор от AMD с тепловыделением 90 Вт. Должен сказать, что тепловыделение процессора не всегда одинаково. Оно варьируется в зависимости от нагрузки на него и обычно указывается под максимальной нагрузкой. Если у вас возникнет вопрос, какой кулер выбрать для вашего процессора, то здесь расчет будет очень простой. Вам просто нужно выбрать радиатор с теплорассеиванием больше, чем тепловыделение процессора. На самом деле там есть еще много факторов, по которым следует выбирать кулер для процессора. Это его максимальная температура и многое другое. Даже есть целая формула. Но нам будет достаточно этого простого способа. Чтобы радиатор правильно рассеивал тепло, ему необходимо устранить воздушные зазоры. Это что касается тепловых интерфейсов радиатора. При установке кулера на процессор возникает воздушная подушка. То есть, на самом процессоре есть микротрещины на металле, так же как и на радиаторе. И поэтому теплоотдача происходит не полностью, а точнее совсем плохо. Если же вы установите кулер без термопасты, возможно заметите, что вовсе кулер не сможет охлаждать нормально ваш процессор. И ваш компьютер постоянно будет перезагружаться из-за перегрева. То есть, уходить в защиту. На термопасты термопасти тоже рознь. И вот, допустим, в моих руках самая никчемная термопаста, но она же в том числе и дешевая. И ее использовать не рекомендую вообще. Существует несколько производителей термопаст, рекомендуемых к применению. Это, к примеру, Zalman или Deepcool Z9, или Arctic Cooling MX4 и многие другие, но не КТП. Следующий вопрос – это крепление кулера. Для каждого сокета, а как известно, у каждого из процессоров свой сокет. Есть два производителя – Intel и AMD, и у них, как правило, разные сокеты. Таким образом, для AMD, к примеру, сокет AM3+, или FM, вот такое вот крепление. Вы могли это замечать и на более старых сокетах. То есть, радиатор крепится таким способом. Приведу пример крепления от сокета Intel. К примеру, LGA 1150 или 1151, 1155. Вот такое крепление. То есть, на каждом из сокетов крепление будет свое собственное. Следующий вопрос – это тип подключения кулера. Вы можете заметить, что на некоторых кулерах выходит всего два провода, на некоторых – три, а на многих современных – и четыре. Количество пин у вентилятора напрямую влияет на управление оборотами самого вентилятора. Сейчас перед собой вы видите настенный вентилятор, который использует тип подключения Molex. В нашем случае два контакта могло быть и четыре. Но все же, в любом случае, он будет работать на максимальных постоянных оборотах. То есть, всего лишь два провода. На самом деле, понятия настенный вентилятор не существует. А называю их так, потому что они двухпиновые и, как правило, не могут регулироваться. Но это не значит, что их невозможно установить на радиатор в качестве кулера. Перед собой видим трехконтактный пин, который подключается к материнской плате. Он подразумевает работу на постоянной скорости, а также дает сигнал о том, какое количество оборотов сейчас на вентиляторе. Это нужно для того, чтобы система определяла, работает сейчас вентилятор или нет, и в случае неисправности вентилятора сохраняла процессор компьютера. Путем предупреждения пользователя или вовсе отключением вашего ПК. А вот четырехпиновый разъем подразумевает не только считывание количества оборотов, но также автоматическую регулировку, либо выставление ручной регулировки количества оборотов на вентиляторе. И плавно перешли к вентиляторам и к их характеристикам. То есть, мы уже поняли, что существует Molex разъем, разъем для материнской платы. Также разобрались, чем отличается количество пинов на этих разъемах. Конечно же, существуют переходники, то есть, к этому переходнику можно подключить Molex разъем для блока питания. Какими же важными характеристиками обладает вентилятор? Во-первых, это форм-фактор, то есть, его размер, количество лопастей и размер лопастей, а также их форма. Что для них важно, это показатель RPM. Вы много где могли это видеть. Эта характеристика отвечает за количество оборотов в минуту, то есть, какое количество оборотов в минуту поддерживает данный моторчик. Отсюда вытекает характеристика CFM. Это максимально возможный поток воздуха за минуту в кубических футах. И рассчитывается он за счет тех показателей, которые я перечислил выше. То есть, здесь играет роль совокупность следующих показателей. Это размер вентилятора, форм-фактор лопастей, количество оборотов в минуту самого моторчика. И все это составляет показатель CFM. Тот объем воздуха, что вентилятор может пропустить через себя. Следующая характеристика, которая является важным для многих пользователей, это уровень шума вентилятора. Он измеряется в сонах или децибелах. Тихими считаются со значением до 2000 оборотов в минуту, или RPM 2000. Одной из важнейших характеристик при выборе вентилятора является его подшипник. То есть, на каком подшипнике он собран. От этого зависят многие факторы. Это и уровень шума, и срок его жизни, и многое другое. Сейчас перед вами два вентилятора, и они собраны на подшипниках скольжения. Один из них на простейшем подшипнике скольжения – сливберинг. Срок его жизни до 35 тысяч часов. Состоит он из стулки и вала. Изнашивается очень быстро, и очень быстро начинает шуметь. Все это происходит из-за большого трения деталей. Следующие типы подшипников, которые я буду перечислять, они относятся также к подшипникам скольжения, но немножечко усовершенствованные. Не так давно я выбирал себе вентиляторы. И вот, как вы можете видеть по упаковке, это гидроберинг. То есть подшипник скольжения, а именно гидродинамический. Гидродинамический подшипник имеет более высокий срок жизни до 80 тысяч часов. Это просто улучшенный вариант простейшего подшипника скольжения. В этом случае пространство между втулкой и валом заполнено смазкой, минимизирующей трение, благодаря чему срок службы значительно увеличивается и снижается уровень шума. Следующий тип подшипника – это подшипник скольжения масляного давления. Отличается он от предыдущего гидродинамического наличием магнитоцентрирующего вал, благодаря которому он снижается износ и увеличен объем смазки, следствующего более долговечен. Работать он способен до 160 тысяч часов. Следующий тип – самосмазывающийся. Он также способен работать до 160 тысяч часов. В нем используется более вязкая смазка. Также компоненты более лучше проработаны, что увеличивает их качество. Ну и самый дорогой из этого списка, из подшипников скольжения – это подшипник с магнитным центрированием. Здесь сроки жизни достаточно высокие – от 160 тысяч часов и до бесконечности. Основан он на принципе магнитной левитации. Очень тихий, до 80% чише, чем остальные. Следующая категория подшипников – это подшипники качения. Простой подшипник качения способен выдерживать сроки службы до 60-90 тысяч часов. Такие подшипники вообще считаются более надежными, но теоретически немного более шумные, но в то же время более износостойкие. Они состоят из колец, тел качения шариков или роликов, сепаратора, удерживающего тела качения в нужном положении. Ну и естественно пространство между телами заполняется смазкой. В этой же категории есть керамические подшипники – керамик Беринг, заявленный их срок службы до 160 тысяч часов. Естественно, как вы поняли, изготавливаются данные подшипники из керамических материалов, выдерживают более высокие температуры и обладают более низким уровнем шума. Когда мы говорили о сроках службы, это имелось в виду беспрерывной работы вентилятора. То есть, по сути своей, обычного подшипника скольжения хватает на два года. А допустим, керамического подшипника может хватить до 30 лет срока службы. Естественно, ни один из компьютеров, скорее всего, не доживет до того момента, когда данный подшипник выйдет из строя. Для себя мы можем выделить два самых крутых типа подшипника, в том числе самых дорогих. Это подшипник с магнитным центрированием, то есть подшипник скольжения, и подшипник качения керамический. Сейчас мы рассмотрели все, что касается системы воздушного охлаждения. Также существует еще и водяная система охлаждения. Немаловажная часть, о которой тоже стоит рассказать. В современных системах компьютеров воздушный радиатор либо уже не справляется со своими обязанностями, либо просто он там уже перестает быть актуальным. И здесь вступает в силу водяная система охлаждения. Система водяного охлаждения – это система охлаждения, которая для переноса тепла использует воду в качестве теплоносителя. В отличие от системы воздушного охлаждения, которые передают тепло напрямую по воздуху, система водяного охлаждения сначала передает тепло воде. В системе водяного охлаждения компьютера тепло, вырабатываемое процессором или другими тепловыделяющими элементами, например, графический чип или другие, передается воде через специальный теплообменник, называемый ватерблоком. Нагретая таким образом вода, в свою очередь, переносится в следующий теплообменник – радиатор, в котором тепло из воды передается воздуху и выходит за пределы компьютера, там, где устанавливается радиатор. Перемещение воды осуществляет так называемая помпа, то есть водяной насос. Не стоит забывать, что те же простейшие вентиляторы будут устанавливаться на радиатор охлаждения жидкости, поэтому в этом случае все равно будет какой-либо шум. Это, к слову, о том, что все говорят, что есть преимущество водяного охлаждения – это тишина ее работы. Но как же, все равно же там стоят те же вентиляторы, поэтому это спорный показатель. Но все же, превосходство системы водяного охлаждения над воздушными объясняется тем, что вода имеет более высокие, чем воздухотеплоемкости, а также теплопроводность, что обеспечивает более быстрый и эффективный отвод тепла от охлаждаемых элементов и, соответственно, более низкой температуры на них. Соответственно, при прочих равных условиях водяное охлаждение всегда будет более эффективным, чем воздушное. В систему компонентов водяного охлаждения входит Waterblock, который заменяет обычный кулер и крепится к процессору, либо же к чипу видеокарты Радиатор, через который протекает жидкость и охлаждается непосредственно вентиляторами Помпа, которая гоняет воду или водяной насос Шланги, фитинги, вода и многое другое Также необходим резервуар, термодатчики, контроллеры, сливные экраны и многое другое Получается, что данная система намного сложнее, чем обычный кулер воздушного охлаждения Единственное, что здесь стоит сказать, если вы будете устанавливать в себе такую систему охлаждения То лучше заливать в нее специально предназначенную диэлектрическую жидкость Чтобы в случае протечки вы не уничтожили компоненты своего компьютера Чем же смазать вентиляторы в вашем компьютере или ноутбуке? Представляю вашему вниманию несколько смазок от одной и той же фирмы Одна из них силиконовая, другая синтетическая Параметры мы читать не будем, если вы будете покупать, то здесь все написано Подобрана смазка специально, для определенных рабочих температур, также с определенной вязкостью То есть, если вы решите смазать свой вентиляторы, не нужно их смазывать солидолами, графитными смазками Кто-то там смазывает ВДшкой, не нужно этого делать, это глупости Итак, чем же будем смазывать данный вентилятор? Есть силиконовая смазка, есть синтетическая По всем характеристикам силиконовая смазка немножечко обгоняет синтетическую Поэтому будем использовать силиконовую Кстати, здесь в комплекте есть набор наклеек Вместо старых Эту мы сейчас оторвем и приклеить обратно ее будет очень тяжело Итак, в состав этой смазки входит Сама смазка, шприц, 2 миллиграмма Иголка Обезжиривающая салфетка И наклеечки, 4 штуки Они меньше размера, чем на вентиляторах Но как раз закроют крышечку Итак, давайте обслужим обычный вентилятор с помощью этой смазки Как можем наблюдать, здесь вообще неизвестно, что происходит То есть очень грязный вентилятор Для начала придется разобрать его и почистить Заодно посмотрим, как выглядит вал и втулка подшипника скольжения Достаем стопорное колечко Теперь перед собой вы можете видеть сам вал И втулку подшипника скольжения Также магнитный ротор и статор электромоторчика Сейчас все отсюда вычищаем И затем соберем и зальем туда смазки Итак, вентилятор хорошо вычищен Собираем его обратно Не забываем надеть все резиночки на место Ну а далее все просто Берем нашу силиконовую смазку Капаем сюда сколько необходимо В принципе, можно и не жалеть побольше Периодически переворачивая вентилятор Чтобы смазка распределялась В конце процедуры смазка ставим заглушечку на место И клеим сюда наклейку из комплекта Предварительно обезжирив поверхность И все, вентилятор смазан Какое-то количество времени он еще послужит, поработает Итак, в общем, со смазкой вентилятора все Вот так должен работать нормальный вентилятор То есть крутим его И он должен сделать один поворот назад в конце Вот вентилятор, который не смазан То есть он застревает и не делает оборотного поворота Ну и в заключение хочу сказать, что надеюсь, что мы хорошо Разобрались в системе охлаждения компьютера В том, что такое радиатор, кулер Какие бывают вентиляторы, их характеристики И надеюсь, что это вам поможет купить себе нормальный вентилятор Мне приходилось собирать эту информацию из разных источников Поэтому я облегчил вам жизнь, надеюсь Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны И оставайтесь со мной Будет еще много интересных роликов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!